Ганцевическая вспомогательная школа-интернат – первый объект, который посетил глава области Константин Сумор в ходе рабочей поездки. Сегодня в этом учреждении образования получают знания, необходимую поддержку и развивают свои способности порядка 60 детей. Однако количество воспитанников с особенностями психофизического развития постоянно сокращается, что автоматически приводит механизм реорганизации школы в действие. Говоря об этой проблеме, Константин Сумор подчеркнул необходимость сохранения коллектива и площадей учреждения образования, не исключая создание на его базе оздоровительного комплекса. Тем более, что этот вопрос – один из актуальных, часто возникающих у жителей города Ганцевичи. В Иваново нет ничего, и Ганцевичи нет. Ну, Ляховича нет. Ну, Ляхович, Охрадов и Ляхович. Ну, тоже это вот четыре района, которым нам надо будет перспективы делать. Поэтому, кто будет жить и работать, конечно, со временем надо будет строить такие сооружения, потому что дети должны иметь возможность где-то учиться плавать, где-то другими видами спорта заниматься. В связи с тем, что развивается в Республике Беларусь сеть специального образования – это открытие интегрированных классов, это открытие коррекционных пунктов на базе общеобразовательных учреждений, это большое внимание уделяет инклюзивному образованию. Численность наших воспитанников сокращается. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Наш весь коллектив творческий, все наши педагоги уделяют очень большое внимание качеству специального образования. И мы надеемся, что нашим детям в стенах нашей школы комфортно, уютно и хорошо. Следующий социально значимый объект, который посетил губернатор – территориальный центр социального обслуживания населения, открывшийся в минувшее воскресенье. Событие для сотрудников центра знаковое. До этого им приходилось работать в арендуемых помещениях. Сегодня на учете учреждения состоит около 9,5 тысяч человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые могут получить в центре не только профессиональную помощь специалистов, психологическую или гуманитарную. В этом социальном учреждении они могут почувствовать себя защищенными, окруженными теплом и заботой. В том, что работники центра – люди, преданные своему делу, сомнений нет. Человек уже сам по себе, который приходит в эту сферу, он уже знает, с какими он трудностями будет соприкасаться. А то человек уже знает, что ему надо набраться терпения. А то человек знает, что ему надо душевной теплоты набраться. Для того, чтобы человек приходит с физическими какими-то недугами своими, он получил отдачу не только в плане профессиональных каких-то услуг, но даже в плане человеческих отношений, такое теплое отношение. Оно иногда больше помогает, чем, допустим, то же лекарство, которое потом приписывают врач. Торговые объекты завода «Пищевик» и медицинские учреждения города Ганцевичи стали завершающими пунктами рабочей поездки. Особый интерес у губернатора вызвала станция переливания крови, на которой содержится единственная в Беларуси линия по производству такого препарата, как альбумин, получаемого методом ультрафильтрации. Более того, станция перерабатывает 10 тонн плазмы, в то время как по всей стране эта цифра достигает отметки в 45 тонн. Это делает Ганцевическую станцию переливания крови стратегическим объектом не только для области, но и для страны. Однако для полноценной работы учреждения необходим капитальный ремонт второго этажа и современное оборудование. Почти аналогичная ситуация и в центральной районной поликлинике. Проведение коммуникации, а также модернизация лаборатории некоторых кабинетов – все это позволит здравнице нормально функционировать. Встреча губернатора с населением Ганцевического района стала продолжением напряженной поездки Константина Сумара. Каждый желающий мог рассказать руководителю области о наболевшем, задать интересующий вопрос и даже преподнести губернатору подарок. Капитальный ремонт дороги, льготное кредитование жилья, реконструкция фермы, обновление городской бани и даже покупка баяна. Приметы разговоров были полярно разных тематик, но на каждый вопрос нашелся ответ. Едучи сюда, так само люди мене сустракали и просили, как я попросил вас, насколько это могчимо, выделить из областного бюджета грошовые сроки для финансования прокладки водопровода по инших улицах и так само продолжить его прокладку по тех улицах, по которым он уже есть, а не только, как я сказал, в центре вездки. Все вопросы, может быть, они могут показаться на первый взгляд неожиданный, но человек задает, потому что он для него важен. Я не разу об этом говорю. Если человек задает вопрос, его надо стараться максимально решать, потому что для человека это важный вопрос, жизненно важный. Заключительная часть своеобразной инспекции Ганцевического района – личный прием граждан. Подводя итог, Константин Сумар отметил, что Ганцевщина должна развиваться активнее, пополнять свой бюджет, а проблемы стараться решать своими силами. Ганцевщина должна не рассчитывать, что надо много получать. Ганцевщина имеет возможность работать лучше, эффективнее, пополнять свой бюджет и те проблемы, которые есть, обязательно самим справляться и их решать. Что касается медицинских учреждений, что касается дорожного строительства, что касается водоснабжения, конечно же, область будет всячески помогать этому региону, потому что есть проблемы, которые они сами не решат. Вот на это можно рассчитывать. Виктория Дрогобецкая, Виктор Халявка, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.